Так, прием, прием. Хотел сказать всем доброго утра, а нет, не доброго утра, а доброго вечера. Давайте стартовать понемногу, пока люди подтягиваются. Пока люди подтягиваются, я посмотрю, все ли у меня работает. Я вот хочу убедиться про микрофон, потому что я обычно наушники включаю. Здесь я наушники не стал включать, поэтому просьба тем, кто зашел, сказать, нормально ли слышно по звуку. То есть надо ли включать микрофон отдельно или нормально слышно. Если все нормально, то какой-нибудь знак подайте мне, пожалуйста, чтобы я знал, что все нормально. Так, хорошо. Давайте тогда стартовать. Сегодня я хотел поговорить, ну у нас такие традиционные понедельничные вечерние эфиры в формате вопрос-ответ. То есть я иногда их провожу, иногда пропускаю, но в целом стараюсь где-то в 7 вечера понедельника такую штуку проводить. Но сегодня я хотел поговорить больше в конкретную тему, в тему предназначения. То есть не просто, не любые вопросы-ответы, а по возможности, да, тему предназначения, которая всем настолько проела плешь. Фраза, слово предназначение примерно из той же области, что слово цель или слово успех, или все вот эти вещи, от которых прям уже прям вырабатывается какой-то рвотный рефлекс. Поэтому хорошо бы заменить его на что-то. Ну привет, да, Светлана, подскажи, а нормально со звуком слышно? Ничего там не тормозит, не ключит. Хорошо. Так, да, все, вижу, вижу, люди подтягиваются. Всем, да, всем здрасте, 6 человек уже есть на связи. Давайте тогда стартовать. В общем, собственно, тем, кто подтянулся, да, еще раз повторюсь, что у нас сегодня традиционный инстаграмовский понедельничный эфир в режиме вопрос-ответ, но в идеале, чтобы вопросы-ответы были в режиме, в режиме, по теме именно про предназначение. Все хорошо, все, друзья, спасибо, да, отлично, все, есть. Про предназначение плюс-минус, да, то есть что включает в себя тем предназначения, которые давно достаточно у себя копаю. Я ее уже, наверное, лет, больше 10 лет копаю, поэтому я примерно могу понять, что входит в эту сферу, да, то есть что может входить в эту сферу. Тема познания себя в любых направлениях, она входит в эту сферу. Например, тема психотипов, там, все соционики, там, психософии, филмандизайны, что хотите, там, хоть астрологии, то есть это входит в понимание того, я вообще под какую задачу, я вообще здесь зачем, да. Тема каких-то там анализа своих навыков, до сообразования, своего понятия. Есть такое понятие высокое разрешение, да, то есть когда вы, ну, в результате вашей жизни вы какие-то вещи, какие-то вещи освоили за свою жизнь, да, то есть нельзя взять, там, осознать себя великим хирургом, да, в 42 года, да, и пойти куда-то там в мед, хотя, наверное, такие штуки тоже бывают. То есть в основном ваше предназначение каким-то образом уже завязано на ваше прошлое. То есть вместо того, чтобы черкать карандашом все свои прошлые заслуги и говорить, я хочу начать жизнь с чистого листа, как люди говорят, важно подумать, что у меня в моем багаже уже подходит для того, чтобы что-то у себя, ну, каким-то образом эту историю себе прокачать. Вот. Тема в целом, то есть что такое предназначение, как понять вообще, я делаю то, что я для чего предназначен или нет. Хороший критерий – это ваше состояние, то есть когда вы делаете что-то и не испытываете в этот момент страданий, то это признак того, что вы на своем месте. Если страдания присутствуют, то это знак того, что, скорее всего, что-то делаете не так. Что я понимаю под страданием? Под страданием я понимаю не недосып, не перегруз по работе, не второй эфир за день, который у меня сегодня есть. Это не страдание. Это может быть нагрузка, это может быть усталость, это может быть большим объемом работы, это может быть слишком большим объемом работы. Но в этот момент вы не испытываете какого-то чувства какого-то бессмысленности собственной жизни, чувства какой-то пустоты внутри, какое-то непонимание, зачем я это делаю, ощущение какого-то тупика и всего остального. То есть вы вот этих вещей не испытываете. Вот это и есть отсутствие страдания. Есть такая формула, я его Петю Осипову помню, притырил, не знаю, где он взял, которая звучит как «страдание равно потенциал минус факт». Формула такая математическая. То есть чем больше разница между моим потенциалом и моим фактом, то есть тем, что у меня сейчас есть, тем страдание больше. Чем примерно я реализую по максимуму то, что во мне есть, тем страдание меньше. То есть страдание равно нулю, если потенциал равен факту. То есть мой потенциал на текущий момент равен тому, что я примерно делаю на данный момент. Вот этот способ минимизировать собственные страдания. Вот примерно так. Это я так для загрузки накидал каких-то вещей. Сейчас поехали по комментариям, почитаю, что есть. Так, все, друзья, всех рад видеть, особенно кого лично знаю. Мы на этих выходных вернулись из Подногинска, мы там с шестью людьми из нашей тусовки общались, познакомились с новыми людьми. В общем, было интересно, возможно, кто-то из вас как раз из этой тусовки сейчас здесь. Привет, так, привет, привет, да. Так, вот как раз это Ольга, да, Ольга, привет, Орел 5 звезд, да, как раз мы с ней в Подногинске ездим. Так, листаю комменты, так, все хорошо, какая тема, да, тема предназначения, все, что с ним связано. Добрый вечер, ага. Предназначение души, стремление к любви, предназначение как профессия, больше про то, что нравится и лучше получается. Женское, материнское предназначение, многогранное понятие для меня. Я согласен, да, что в целом попытка все эти тонкие материи проговорить голосом, это уже как попытка, там, попытка эмоциями объяснить теорию относительности, да, то есть можно там хохотать, кричать, там, издавать какие-то звуки, плакать, там, что-то еще. Но вряд ли вы даже, там, даже не теорию относительности, а даже третий закон Ньютона сможете объяснить таким образом. Вот, поэтому понятно, что это очень сильное упрощение. То есть предназначение не может звучать словами в формате «моё предназначение быть врачом» или «моё предназначение быть, там, предпринимателем». Это гораздо более многогранное понятие, да, то есть это попытка заземлить вот что-то более тонкое на грубый план, да, попытка как-то сделать так, ну, хоть что-то понять, в общем, попытка, да. То есть если примерно у меня вот линия где-то там вот там в сфере семейных отношений, в сфере там предпринимательства и каких-то проведений марафонов, то это все это вместе описывает какую-то большую штуку, которая называется часть моего предназначения. Но при этом это совершенно не означает, что через пять лет там эта история не изменится на что-то совсем другое. Потому что, ну, по крайней мере, в моей жизни получается так, что такая траектория какая-то такая вот она, да, то есть сегодня я делаю сайты, послезавтра я продаю кошельки, послезавтра я провожу марафоны по режиму дня. Что будет через месяц, я не знаю, потому что оно все в таком потоке движется. Вот, но с другой стороны, такой формат не позволяет соскучиться, да, то есть ты только поднадоела какая-то на тему, поменял что-то и пошло дальше. У кого-то более стабильный путь, да, кто-то движется, вот как Юрий Куклачев, да, вот он в шесть лет понял, что он хочет стать клоуном, собственно, он развлекает людей там всю свою жизнь, счастлив от этого, ну, вот такой путь. Хотя внутри наверняка тоже там какие-то колебания есть, да, но при этом кошек он на собак не меняет. Так, хорошо, вот поэтому, да, я согласен, Таня, да, что это очень широкое понятие, да, и действительно я согласен, что предназначение души, стремление к любви, можем на эту тему поговорить, как такую высшая форма предназначения. И в этом смысле у любого человека предназначение одинаковое, да, обретение безусловной любви. Но это такой совсем метафизический высокий смысл, и его нет смысла копать, потому что он для всех универсальный, да, но вот конкретно мне что делать, чтобы обрести безусловную любовь, да, это уже непонятно. Здесь уже, мы уже такие банальные бытовые вещи обсуждаем, а куда идти-то мне, да, конечно, это здорово все, да, что мне делать-то, мне вот туда идти или вот туда идти? Мне продолжать на нелюбой работе, где нормально платят оставаться, или мне нужно идти туда, где непонятно, но где там у меня душа к этому лежит? Да, как мне это выбрать? Вот, собственно, об этом, вот какие-то вот вопросы вот из этой сферы, которые именно вот, мне хотелось бы услышать в вопросах людей, у которых вот эта тема болит, да, вот у которых прямо вот, ну, собственно, почему я могу что-то над тема сказать? Потому что я сам прекрасно знаю, что это такое, когда ты сидишь, у тебя вроде бы все хорошо, но что-то как-то все совсем нехорошо, вот, когда ты думаешь, что у тебя все нормально, и, ну, вот, у меня, это был, это был один из моих первых прямых эфиров, когда еще не было ни Инстаграм, это я интернетный, интернетный пенсионер такой, я попал в интернет первый раз в году в 98-м, наверное, то есть, и там еще были модемы, кто помнит, да, это все там шипело, там, подключалось, было занято, телефон, все звонили, говорили, что, а, вот, ты снова в интернете сидишь, наверное, помните, да, кто это был. Кто еще, кто родился до начала, до 21-го века, да, в 20-м веке, кто родился, тот помнит эту историю, когда это все было, вот, и я помню, это был 2009 год, и в этом 2009 году были тогда не прямые эфиры, а были аудиокасты, было такое понятие аудиокасты, и можно было проводить так, у меня что-то, сын тут, сын что-то. Так, вроде все разрулили, там, хорошо. Это были аудиокасты, и я, помню, записывал аудио, рассказывал, я решил рассказать людям про любимое дело в 2009 году, я тогда занимался разработкой сайтов, и готовя этот аудиокаст, я понял, что я нифига не занимаюсь любимым делом. Это прям был, я помню, повод начала депрессника очередного, да, что я думал, что сейчас расскажу, как заниматься любимым делом, потому что у меня был на тот момент бизнес, собственный офис, сотрудники. Я был уверен, что я же сам это, это было почти, я сам это выбрал, то есть я сам это выбрал в 2004 году, из института, закончив институт, сразу пошел заниматься его разработкой, и вдруг, спустя 5 лет, я понял, что я занимаюсь непонятно чем. То есть я потерял какие-то ориентиры, понял, что пришло время куда-то поворачивать. Вот так, у многих такая история бывает, что я вроде начал заниматься любимым делом, да, и в какой-то момент, через 5 лет, обнаружил, что оно уже, ну, исчерпало себя, и нужно поворачивать дальше. Вот у кого такой путь, как у меня, да, вот я вам, ну, не знаю, соболезную, или наоборот, рад за вас, или сорадуюсь вам. Ну, то есть важно постоянно быть начеку, да, что если вы начали чем-то заниматься, и прямо вот вы понимаете, что это ваше, да, то это не значит, что вы до конца жизни теперь будете в таком режиме находиться, то есть это в некий путь, да, поэтому периодически, да, подруливать и анализировать вообще я на своем месте, я, то есть я, грубо говоря, кто-то двигается по прямой линии, как поезд, да, а у кого-то линия кривая, и он взял, по прямой едет, ну, все, я нашел дорогу. И смотрит, он же с дороги давно съехал, потому что дорога поворачивает налево, а я уже давно еду по кустам по каким-то. Вот подрулить и понять, чтобы вернуться ехать по дороге, потому что по дороге ехать приятнее, согласитесь, по асфальтовой, чем по кустам, вот это, наверное, и есть часть поиска предназначения, которая является частью какой-то вот этой самореализации. Так, листаю комментарии, что-то сложно листать. Так, про траекторию тоже несколько профессий переплетается. Ну да, то есть траектория в целом, да, то есть, к примеру, тема предназначения у женщин, а у женщин попроще с этим, да, немножко, потому что, если женщина стала, ну, стала матерью, да, там, создала семью, то, в принципе, да, уже какая-то часть ее предназначения, а может быть, основная часть ее предназначения уже выполнена. И она, в принципе, женщина, которая родила детей, там, и является, ну, как дома занимается какими-то вопросами, там, растет детей, там, поднимает и так далее, поддерживает мужа, в принципе, она может сказать, я себя реализовала. Вот мужу, так сказать, как правило, нельзя, то есть, сказать, что я тут вот решил посвятить жизнь детям, это классно, на вопрос, да, а чем ты занимаешься именно, как вот в плане самореализации, вот, более жестко. Но при этом есть полно женщин, которые понимают, что и дети, это классно, это важно, это часть их миссии, но это не полная часть их миссии, и явно, и надо делать что-то еще. Вот, поэтому, собственно, и тем, и другим часто приходится искать вот эту историю, да, и вот, когда вы ее нашли, кажется, ну, у меня, по крайней мере, так бывает, кажется, что все, как бы, все понятно, теперь ближайшие 20-30 лет, понятно, что делать. Да, проходит, в моем случае, лет 5, и ты понимаешь, блин, надо искать по новой, потому что, как бы, снова там дорога, ну, у кого-то дорога слишком ветляет, да, и получается, что приходится постоянно поворачивать. Но есть ряд техник, которые позволяют вовремя подруливать историю с этой дорогой, да, вот про эти техники, наверное, многие, кто не первый раз уже меня слышит, наверное, слышали, да, про утренние страницы, про творческие свидания, про, ну, про изучение себя через психотипы, то есть, про эту тему можем с вами поговорить. Так, как его найти? Динара, да, спасибо за вопрос, вопрос прямой в лоб, да, как его найти? Первое, что нужно понять, что вам про него никто не расскажет, да, то есть, кто-то может какие-то инструменты поделиться, что-то еще, но это всегда интимный процесс в одиночестве, то есть, понимание того, что я хочу, это процесс, который требует погружения в себя и понимание, то есть, понимание того, что никто во внешнем мире не расскажет мне детально, чем мне делать. Это исключительно мой процесс, я, как Марат Нигматурин пил, есть только ты и космос, да, вот, только ты знаешь, да, какие у тебя отношения с космосом, какой-то конкретный человек из твоей реальности не придет и не будет рассказывать тебе, что делать, потому что твоя задача как раз повернуться внутрь себя и посмотреть, что у тебя внутри. И только повернувшись внутрь себя и посмотрев, что у тебя внутри, ты сможешь реально понять, что мне вот это нравится, а вот это мне не нравится. Если, ну, обычно я в 90-е вырос, да, вот как школу заканчивал в 99-м, что ли, 2000-м, как вот у нас было, да, в 90-х, типа, спрашивали родители там, да, наши, спрашивали, а какие профессии сейчас самые актуальные? Ну, там, я помню, юрист было круто, да, в 90-е годы, еще кто-то, да, и все вот юридически шли, потому что это было круто. А разобраться с тем, а что ты хочешь вообще, да, то есть, может быть, тебе не хочется быть юристом, хоть это и круто, да, тебе хочется быть музыкантом или художником, хоть это и совсем не круто, непонятно, где там деньги брать, да. Но вот эта смелость и какая-то даже наглость быть собой, она очень важна в какой-то момент, потому что когда человек находится в неком ведомом состоянии и ждет, что ему расскажут, что делать, он, ну, он идет не совсем туда. Точнее так, уже какой-то третий, наверное, раз повторяю это за последние сутки, уже на третьем эфире, первый был закон, и сегодня утром был пути художника, и сегодня сейчас вот это, что на разных этапах жизни идут разные правила. То есть, получается, жизнь – это игра, к которой меняются правила, то есть, как футбол, представляете, начали играть в футбол, а закончили в баскетбол, появляется корзина, нужно взять мяч и забросить его в корзину, хотя до этого нельзя его было брать, потому что ты был футболистом. Примерно так, то есть, на первых годах жизни человек успешен, когда он послушный, когда он послушный, когда он слушает взрослых и не смотрит особо внутрь себя, потому что там ничего интересного пока нет. Точнее, там много интересного, но именно социально интересного там пока ничего нет, то есть, он пока впитывает всю эту информацию. Но потом, на каком-то этапе, он должен сказать, ребята, так как бы спасибо вам за ваши комментарии, да, и за вашу там, вашу поддержку и ваши советы, куда мне идти, но я как-нибудь сам вот сяду, сейчас страницы попишу утренней, с собой поговорю и разберусь, куда я хочу идти. Не спрошу кого-то, куда мне идти, а пойду и решу сам. Это очень важная история, это некий переломный момент, который не все люди понимают, и некоторые так остаются послушными, которые вот выполняют чьи-то команды и чьи-то задачи, не понимая, что пришло время самому думать, да, а не ждать какой-то команды от внешнего авторитета снаружи, да. Причем эту штуку не просто перебороть, потому что, ну, там вся система образования, по сути, помимо полезной части, там, давания человеку знаний, там, опыта, социализации и так далее, встраивает в него довольно нехорошую штуку, которая называется вот эта ориентация на внешний авторитет, на внешнюю оценку. Да, то есть я, чтобы мне кем-то стать или что-то сделать, я иду и спрашиваю, да, то есть, чтобы мне понять, я молодец или не молодец, да, как ребенку не надо спрашивать, он знает по умолчанию, ему теперь нужен некий, нужен некий учитель, да, который снаружи скажет, там, так, ты написал контроль на 5, молодец, или ты написал контроль на 2, ты не молодец. И люди за 10, а то и 15 лет, если вместе с вузом, они привыкают быть в состоянии вот этого вот ожидания того, что мне скажут во внешнем мире некие авторитеты, там, с умными видами, с регалиями, там, с погонами, там, с должностями, там, начальников, президентов, там, кого хотите, да. И люди привыкли смотреть наружу во внешний мир в ожидании того, что им скажут, да, вместо того, чтобы развернуть глаза вовнутрь и посмотреть, а кто я такой вообще, да. Да, штука очень интересная и не очень популярная, кстати, да, потому что все пытаются, наоборот, вытянуть человека куда-то во внешний мир, чтобы он как-то, ну, чтобы он отвлекся, получается, отвлекся от своего процесса вот этого вот пути к себе. А путь к себе, на самом деле, как раз та штука, где есть ответ про ваше предназначение и ответ, куда вам идти, вот, как это так. Но он тоже не написан в формате, да, не написан внутри черепной коробки, надо глазами вот так повернуть вот так вот, да, и прочитать, там все сложнее. То есть, внутри вас есть правда, которая откликается, когда вы видите правду во внешнем мире. То есть, вы что-то чувствуете, есть понятие, что-то бьет ваш внутренний колокол правды, да, вот я вот иду в какую-то штуку, и я не знаю, почему, но я чувствую, что мне туда. То есть, я понимаю, мне очень сильно откликается какая-то штука. Вот доверять вот этому внутреннему отклику, это очень важная штука, которую важно всем развить. Так, три профессии совмещаю, выбрать не могу только одну. А зачем их выбирать, я вот тоже совмещаю параллельно предпринимательство, марафоны, пилотирование квадрокоптера и еще пару каких-то, роль мужа, сына, отца там и всех остальных. Поэтому совершенно в современном мире, в котором все очень сильно бешено, замешано и завязано, очень сложно сделать, выбрать что-то одно. И, как правило, когда вы выбираете между двумя, можно подняться на уровень выше и вместо выбора между двух взять и объединить эти два. Да, и вместо того, чтобы сказать, что мне надо, пойти налево или направо, каким-то образом одновременно пойти в оба направления, там, не знаю, взяв там и придумав что-то, да, что позволит вам охватить всю эту штуку целиком, а не двигаться в каком-то одном направлении. Вот, но это, естественно, требует определенного хаоса в жизни, да, которого в моей жизни в избытке. Я часто, мне люди спрашивают, Олег, какие у тебя планы на следующий год, я не знаю, у меня даже нет особых планов на январь, потому что, ну, потому что все вот очень быстро меняется, да. И это все в неком потоке происходит, это очень прикольно, вот тут забавная была история, вчера ездили в Леруа Мерлен с Ириной вечером за этим, за, для кухни, этот, стеновая панель для кухни, нам нужна она была трехметровая. Мы приезжаем, а там только 2400, все стеновые панели, и мы уже такие расстроились, видимо, надо покупать по частям, разрезать, мы уже отходим от этой стойки, и вдруг такие подходят рабочие, такие, приносят длинную штуку, огромную такую. Я смотрю, слушайте, это не стеновая панель, слушайте, это не стеновая панель, я говорю, а какой она длинный? Говорит, 3 метра. Говорю, а почему, а здесь других нет? Так, дело в том, что это, говорит, возврат из другого Леруа Мерлен, говорит, покупатель какой-то вернул, у нас нет трехметровых, говорит, у нас только 2400, а эту, говорит, мы не знаем, куда девать. Я говорю, не надо никуда девать, мы ее берем. То есть, вот часто сложно предположить, что в потоке что-то вот куда-то тебя приводит. Таких событий очень много, когда ты в потоке, и это очень-такое очень забавное наблюдение. Кто-то может сказать, ну ладно, типа там совпало. Ну, то есть, таких совпадений просто очень-очень много происходит. Вот, как-то так. Ну, вот забавно тоже. Недавно туда, недалеко, позавчера, помню, Анна, мы с ней пересеклись, так кто знает, да, в доме роста вот мы ездили. И мне нужно было, я попросил наличным, говорю, Анна, есть у тебя 5400 наличных? Она берет в кошелек, открывает, говорит, слушай, у меня только пятера, наверное. Достает пачку денег, пересчитывает, так смотрит, говорит, да, пять тысяч. Потом смотрит на меня, смотрит на деньги, еще раз пересчитывает, ой, говорит, нет, 5400, и улыбается. То есть, как-то вот оно ровно вот так вот. И много таких вещей, и когда вот, когда ты находишься в каком-то резонансе вот со своим каким-то вот этим вектором, то много происходит таких забавных вещей, наверняка многие из вас тоже могут привести примеры того, как у вас это происходило, когда вот вы находитесь в неком потоке. Это понятие синхронистичность, я уже на прошлых вверх рассказывал про него, да, что когда вот вы в неком резонансе находитесь, это очень забавное ощущение, и очень трудно здесь что-то прогнозировать. Так, расскажите про технику. Так, про какую, про вторую страницу или про что? Уточните, пожалуйста. Так, да, привет. Так, привет, привет, что значит повернуться внутрь себя? Хороший вопрос. Внутрь себя что значит повернуться? Ну, смотрите, прежде всего я хочу сказать, что это не новая мысль. Прям совсем не новая мысль. Этой мысли как минимум две тысячи лет. Две тысячи лет, то есть это новый завет и фраза, которая звучит как «Царствие Божие внутри вас». Да, ни снаружи, ни на небе там где-то, на облаке, внутри вас. То есть, если вы погрузитесь внутрь себя, вы можете найти как минимум что-то интересное, если написано, что «Царствие Божие внутри вас». Что-то там есть такое. То есть, внутри вас не просто там, как говорят, есть какие-то на эфире прожженные материалисты, которые сейчас начнут бомбить от этих фраз, что внутри вас не только там желудок, сердце, кости и все остальное, но есть еще понятие внутри вашего сознания, внутри вашего разума. И когда вы погружаетесь внутрь вашего сознания, речь об этом, естественно, а не о внутренних органах, то там вы можете найти интересные вещи. То есть, оттуда рождаются какие-то идеи. Именно оттуда идет творчество, которое, по сути, да, вот я уже веду пятый поток пути художника, что я понимаю, что творчество – это не результат работы мозга. Творчество – это результат действия некого канала, в котором мозг является просто трубой, которая пропускает что-то в этот мир. Вот как это для кого-то бы странно не звучало. Вот из этого вот какого-то царства Божьего внутри вас какая-то некая образуется труба и попадает в этот мир какая-то идея. Ну, вот у меня все идеи, которые приходили, никогда не были результатом каких-то умозаключений. Это всегда какое-то озарение. То есть, ты смотришь за под душем, говоришь, ешкин матрешник, выключаешь душ, идешь записывать, что у тебя пришло. Вот в таком виде это все работает. Поэтому идея в целом каких-то творческих штук, она связана очень сильно с неприсвоением в себе того, что через вас идет. Когда вы понимаете, что вы просто проводник творчества, а не сам источник творчества, источник где-то внутри вас находится и сквозь вас проходит, то тогда вам немножко легче жить, что ли. Потому что вы понимаете, что на вас не так сильно ответственность лежит по этому поводу. Ваша задача – просто брать в руки ручку, писать утренние страницы по утрам и ждать, что к вам придет. Что к вам придет, это неизвестно. Это, как я люблю говорить на пути художника. Ваша задача – открыть кран, а о качестве воды позаботится Мосводоканал. Примерно вот так. То есть, ваша задача – просто открывать кран каждое утро, смотреть, что льется. Собственно, мне же нужно написать книгу до 19 декабря. Вот я каждое утро, когда я стараюсь открывать кран, у меня уже 40 страниц налилось. Осталось всего 60, а всего 2 недели. Я дотянул, у меня было 3 месяца, но, естественно, осталось у меня 2 недели, и теперь я буду, не поднимая головы, сидеть и все это писать. Так, поехали дальше. Так, присоединился, присоединился. Роста знаю, приехать не смогла в этот раз. Супер, да, у 7-го немножко реклама Роста. 7-го, 8-го, 9-го, если не ошибаюсь, в январе будет на 3 дня снова новый заезд. Так что, велкам. Да, мы, скорее всего, с Риннами тоже поедем. Так что, да, присоединяйтесь, будем радоваться. Еще мы, кстати, поедем, кто кому интересно, поедем на концерт Марата Нигматулина под Ногинск. У нас Ногинск – это место силы. Там и у Роста была встреча в Ногинске, под Ногинском. И мы 25-го декабря концерт Марата Нигматулина в Ногинске. Привет, Марат Нигматулина, если он вдруг наткнется на этот эфир. Буду рад там повидаться. Мы там уже были однажды, в конце того года, по-моему. Там прикольно. Там такой, из 26-го там мантра-фестиваль, а 25-го такой именно кулуарный концерт из такой человек на 50. Наверное, такая небольшая тусовочка. Поэтому, кто хочет в живую повидаться, приходите. Ну, или в следующую субботу. В эту субботу, 11-го декабря, у меня будет расстановка в Раменском. Если кто-то до Раменского доедет, приходите. Тоже тем предназначением будем копать. У нас там уже 4 человека, плюс я с Ириной, то есть 6 у нас уже там будет. Так, читаю дальше комменты. Как-то у меня сложно в этот раз листаются они почему-то. Так, о. Мои восхищения вам, Олег, как исследователь. Очень много полезной информации в вашей голове. Динара, спасибо большое, очень приятно. Так, про канал творчества согласна. Стихи просто успеваю записывать. А есть связь в призвании тех каналов, с которыми есть связь? Конечно, конечно. То есть у кого-то канал, грубо говоря, талантливый хирург тоже, он входит в какое-то состояние, вот идеально все делают, потому что у него канал правильного двигания руками того, что он хирург. На эту тему про канал есть такой анекдот. Он немножко как бы наоборот в противоречии, но поймете, о чем смысл. Многие знают, что таблица Менделеева пришла Менделееву во сне. Но не все знают, что Менделеев не первый, кто увидел таблицу во сне. Сначала он приснился Пушкину Александру Сергеевичу, но он ничего из этой таблицы не понял, поэтому таблица спустя некоторое время приснилась Менделееву. Вот идея примерно такая. То есть идея того, как водить гениальному хирургу руками, может прийти и мне, но я не пойду водить руками гениальному хирургу и резать скальпелем что-то. Равно как и хирургу, если придет стих, вряд ли он сможет его заземлить и записать. Скорее всего, он просто отмахнется. Поэтому у каждого, если в вас есть какие-то каналы, которые вы чувствуете, что в вас есть стихи, например, или рисовать, или говорить на любую тему в течение двух часов без остановки, например, или что-то там делать. Это явное указание на то, что вам, не всем эти каналы даются. Это тоже некие дары. Есть понятие талант. Талант, кто не знает, это 2-6 килограмм. Это мера веса в древней Греции, то ли там где-то еще. Я тут недавно узнал, что 1 талант, 26 килограмм золота, 1 килограмм золота, 1 биткоин. Сейчас такой курс. Он просел немножко. Получается, 1 талант, 26 биткоина. Примерно так. То есть, таланты, если вы знаете, что у вас есть какой-то талант, если в детстве у вас были какие-то навыки, что-то вы делали, то не просто так вся эта история дана. Это вот пусть художник у нас во многом тема копания в детстве и попыток найти там, что там интересного у вас заложено. Потому что все таланты, которые в детстве были и где-то там были подавлены, их можно раскопать. Вот пример с Ириной, с моей. Она писала стихи до 18 лет. И говорит, она мне рассказывала, когда мы с ней поженились, что вот однажды в 18 лет я написала стих, я не писала его, просто записывала как под диктовку. Он просто через меня шел. И потом прошел 20 лет без стихов. И вот только в мае прошлого года мы запустили серый марафон против художника. И у нее открылась заново эта чакра стихов. И у нее теперь, вот уже на соберу сборник выпускать, больше 50 стихов у нее уже есть. То есть, эту историю можно распаковать обратно и возобновить. Поэтому это... То есть, это лещится история. Если у вас были стихи, в том перестали и заслиться, то их можно возобновить, это работает. Так, в январе буду, отлично, ага. Так, имею желание, но не имею возможности. Что с этим делать? Наслаждаться процессом поиска. Большинство сложит руки и будет жить с тем, что есть. Считаю своим предназначением поесть и поспать. Я думаю, Ольга, ни у одного человека нет, ну кроме каких-то, кроме где-то жителей, хотя даже там, я думаю, все непросто. Предназначение поесть и поспать это... Предназначением не может являться поесть и поспать, потому что поесть и поспать это просто способ здесь быть. Равно как способ здесь быть, это платить за счета, за электричество. У меня же не может быть предназначения платить за счета, за электричество и платить по ипотеке. Потому что не предназначение, это просто способ здесь находиться. То есть, грубо говоря, я не могу сказать, что мое предназначение дышать, например. Потому что, блин, если я не буду дышать, я здесь быстро перестану вести эфир. Вот так и здесь. То есть, поесть и поспать это некая плата, грубо говоря, плата за то, что мы здесь находимся. Это как, грубо говоря, вы в ресторан пришли и заплатили за счет Но ваша цель была в ресторане не заплатить за счет Наверное, все-таки поесть и получить какое-то состояние приятное Так и здесь Поэтому, имея желание, не умея возможности Это тема про то, чтобы просто продолжать двигаться Вот как вот эта притча про двух мышек, да, известная Когда две упали в молоко Одна опустила лапки и утонула Другая барахталась, пока молоко не застыло Стало там сметаной и маслом Она выпрыгнула и спаслась Так и здесь То есть, пока в тебе есть силы бороться Да, но бороться не плюсово, бороться Не бороться, пока в тебе есть силы двигаться дальше Ты двигаешься дальше Тема упорства, да, вот моя любимая фраза Ничто не заменит упорство Ни образование, ни талант, ничего Если вы просто продолжаете двигаться дальше Вы определенно куда-то рано или поздно придете А когда вы говорите, нет, не мое У меня, придумайте много причин Коронавирус, отсутствие правильных связей Правильных денег, правильного пола Правильного времени рождения И правильной, не знаю, национальности Сексуальной ориентации и всего остального То вы, по сути, просто ищите отмазы Почему не? Если вы хотите найти отмазы, обязательно их найдете Если вы хотите дойти докуда-то Важно здесь понять, что вы идете к тому Что в вас внутри отзывается Если вы идете к модному образу Который у вас глянцевые журналы научили К ламбе, гелику и всему остальному То неудивительно, что путь будет довольно длинный Дебильный и бессмысленный А когда вы понимаете, что никому, кроме меня Неинтересно летать на квадрокоптере из моих друзей Мне интересно, мне пофигу, что это не модно Потому что это не ламба и не гелик Мне просто нравится это делать Вот найдите то, что вызывает отклик снаружи А не то, что вызывает зависть и понты Где-то там от других людей Вот как-то так Найти отклик внутри, а не снаружи Поэтому, Ольга, моя рекомендация Просто продолжать и искать то, что ты любишь То есть, постоянно Если тебе что-то сильно откликается Даже если не имеет логической какой-то обоснованности Просто двигаться дальше Так, про канал информации огонь Ага, надо какое-нибудь это придумать В Human Design может что-то привязать Там есть какие-то каналы в Human Design Но я не находил связи между теми каналами Которых я говорю Канал стихов, канал эфиров Канал предпринимательства Это какие-то другие каналы Которые, по крайней мере, еще Я не наблюдал где-то и пример их открытия Хотя в астрологии, кто верит Да, я помню, как-то себе заказывал Что-то там поведическое Ну, в принципе, есть Какие-то такие Очень общо, конечно, не конкретно Но какие-то вещи перекликаются Да, вот с тем То есть, примерно прикинуть То есть, не будет лишним Да, где-то там Если вы верите в эту историю Кому-то обратиться К какому-то астрологу Кому угодно Но здесь моя рекомендация При общении с астрологами такая Если астролог вам говорит какую-то хрень Значит, вы говорите Астролог, ты просто хреновый астролог И как бы у тебя дурацкие прогнозы То есть, как говорил один человек Очень классно говорит Никогда не верьте в предсказания Которые вас не делают сильнее То есть, если есть предсказания Которые говорят Ты будешь крутым предпринимателем Все, круто, я поверил, погнал Если скажут У тебя начинается дурацкий период И у тебя не будет денег Там в течение 10 лет Это чушь собачья Скажи, ты просто хреновый астролог Плохо прочитал мою карту Не верьте в предсказания Которые вас не делают сильнее Никогда Моя вам рекомендация Так, а вы не верите в астрологию? Динар, я верю, собственно Хумандизайн построен на астрологии То есть, я эти вещи понимаю Неплохо в них ориентируюсь Поэтому Просто я понимаю Что на эфире есть разные люди Кто-то, кого-то прям От слова астрология Выдергаться глазом Вызывать какие-то рефлексы И так далее Поэтому я стараюсь быть Как бы таким дипломатичным Да, описывая разные позиции людей Какой может быть вариант Расслабления мужчины Кроме спорта? Прикольный вопрос Медитация, например То есть, если мужчина склонен К таким вещам В целом, что я заметил Почему-то все вот эти Развивательные проекты Такие Я рано встаю Путь художника На расстановке Вот у меня 90% женщин 10% мужиков Вот что, я не знаю Прямо вот Какая-то напасть Я вот не знаю Почему так Но вот, к сожалению Не так Поэтому У мужчины Вариант расслабления Это медитация Я вот практикую регулярно У меня вот спорта Не так много Медитации достаточно много Что еще может быть? Вопрос, чего понимать Под расслаблением Можно расслаблять голову Можно расслаблять тело Да, если тело То можно просто дольше спать Позволять себе дольше спать Например Сон в целом Очень недооцененная вещь Многие считают Что сон Это для слабаков Типа, да Надо не досыпаться Там, чтобы были красные глаза Чтобы кровь там Холестала Откуда-нибудь Это круто Мужики особенно это любят Да, мазохизм Вот это вот Наше все, да Но просто, например Немножко больше высыпаться Позволять себе Себя любить Немножко больше расслабляться Вот такая тема есть, да Еще вариант расслабления Это просто В какой-то момент Понять, что Например До всех денег не заработаешь Даже понять, что То есть Научиться Радоваться тому Что есть уже сейчас Да, потому что Я тут однажды Я копал у себя Ту же тему там Я же предприниматель Да, у меня же тоже там У кого больше денег Кто-то круче Это же тоже там У меня встроено где-то в голове Я в один момент Нашел в себе Очень интересную концепцию В которую я верил Которая звучит так Я стану успешным Когда я буду зарабатывать Больше, чем сейчас Классно звучит Заметьте Цифр нет То есть Грубо говоря Сколько бы я не зарабатывал Я не успешен Потому что Завтра я буду зарабатывать больше Прикиньте Насколько дебильная мысль Ну, она Конечно Она хороша тем Что она позволяет Двигаться дальше Постоянно И нестись Не расслабляясь Но я понимаю Что это же Как бы Это игра без конца Это, грубо говоря Футбольный матч В котором непонятно Кто выигрывает Из двух команд Потому что Нету правил Да, вот в игре в деньги У многих не существует правил То есть люди играют в деньги Не понимая Что у этой игры нет конца Если вы себе поставили Свою личную цель Да И к ней пришли Ну, супер Тогда вы можете Просто порадоваться И расслабиться Но идея в том Что это бесконечная игра Я постоянно То есть это способ Себя напрягать Человек постоянно Бежит куда-то Ради жены Ради детей Ради светло-будущего Ради собственной Какой-то гордыни Самооценки И чего-то остальное Не понимая Что в какой-то момент Просто Может бежать Не так быстро Просто Это марафон А не спринт Бежи Если Грубо говоря Тебе в кайф Бежать Там Десять кентров в час А пятнадцать Это уже на пределе Например Но беги ты свои десять Или останавливайся Надо отдохнуть Где-то там В отпуск Выдохнуть И так далее Поэтому Один из способов Расслабления Это больше Тема какой-то терапии Собраться Может быть До психолога Добраться И поговорить С запросом Как мне научиться Расслабляться Но Смотри Задала ты вопрос Какой комфорт И порядок Я не знаю Я так понимаю Что Ты спрашиваешь Про мужчину Ты женщина Спрашиваешь про мужчину Знаешь Какой я порекомендую тебе Я сейчас могу Пофантазировать Мы не можем Лечить никого Во внешнем мире Можем лечить только себя И через лечение себя Мы можем делать Лучше другим людям Если ты спрашиваешь О своем мужчине Моя тебе рекомендация Может быть такая Если ты чувствуешь Что он сильно напряжен То есть Такой секретный лайфхак Который Понимают не все Но если попробуешь Это может сработать В паре Как правило Один напрягается Другой расслабляется Один склонен расслабляться Другой склонен напрягаться Иначе бы они Друг к другу Не притянулись Как правило Я вот все Что замечал всегда Один на расслабоне Другой чуть напряжен Поэтому Если ты видишь Что у тебя Мужчина Находится в неком состоянии Напряжения То скорее всего Ты где-то там На расслабоне Попробуй немножко Больше напрягаться Приходи к нам Я рано встаю Например Вовремя вставай Пораньше Делай какую-то там Зарядку Какие-нибудь там Какие-нибудь практики Что-то такое Ну то есть Больше именно Больше какой-то Самоорганизации Самодисциплины Чуть больше напряжения С твоей стороны Такого хорошего Тобой выбранного Напряжения И тогда ты заметишь Что ему будет Чуточку легче жить Потому что он почувствует Что когда ты Чуточку поднапрягался Он чуточку подрасслабился Это вот такой баланс Между мужчиной и женщиной В паре Если это про пару речь Вот такая вот история Так О предназначении Притчу про соль В вагоне поезда Знаешь Как тебе такой расклад Притча классная Да я сам ее Очень люблю Приводить в пример Она говорит о том Что нельзя Сформулировать предназначение Через какие-то Какое-то предложение Да это то же самое Что попытаться Попытаться на плоскости Нарисовать круг Например Шар например Сферу То есть мы конечно нарисуем Но понятно что Сфера не станет рисунок Он может очень сильно Похож быть на сферу Да он Но это плоскость Это заземленное Что кто в математике Понимает Можно четырехмерную Четырехмерную Какую-то фигуру Нарисовать В трехмерной Или даже в двухмерной Плоскости Спроецировать ее Получается Да Но мы всегда получим Некую Некую очень большую Потерю в качестве Да вот это примерно Как грубо говоря Да вот есть фотография А есть например Черно-белый вариант Да а есть не черно-белый вариант А есть там знаешь Как фотка грузится Когда-то Сначала квадраты Потом точнее Точнее Потом четко Вот попытка Писать словами Предназначение Это как Попытка Что-то очень тонкое Взять там Сфотографировать На Какой-нибудь там Нокию Нокию Какую-нибудь С первыми там Камерами Да И попытаться Что-то там Разглядеть В размытой Этой джипеговской фотке То есть Мы не можем Словами Как писать Соскучился Я по Марату Нигматуллину Он пел Да есть грань Которым словами Не прикоснуться Да вот Предназначение Это как раз Одна из тех граней Которым словами Не прикоснуться Поэтому мы можем Вокруг да около Ходить Как-то Чего-то там Рядышком ходить Говорить А вот здесь Вот так А вот здесь Вот так Но сформулировать Предназначение Словами нельзя Потому что Собственно Притча про соли Которая Ролик говорила Да Как раз и говорит о том Что предназначение Это путь Да И вот В продолжении Темы про соли Я люблю такую штуку И люблю тест Который называется Как определить Выполнена ли Ваша жизненная Миссия То есть Да Как бы Исполнена ли Ваше предназначение Не исполнено Как понять И ответ Если вы все еще живы То значит Миссия ваша еще не выполнена Примерно так То есть Это вот из цикла Про соли То есть Миссия Понятие миссии Или предназначения Это гораздо более широкое понятие Чем сказать Я хирург Или я там Кто-то еще Но это Невыразимая Словами вещь Поэтому Наши попытки Вот здесь В рамках слов Что-то здесь Передать Это единственное Что нам доступно Для того Чтобы собственно Об этом поговорить Но к сожалению Единственное Что мы можем Чтобы к этому Прикоснуться Это посидеть Помедитировать Например Всем вместе На тему На тему предназначения Это может нас Вывести куда-то Можем расстановки Попроводить В субботу Которые буду проводить Расстановки Это более Богатая Чем слова Штука Потому что Событийный поток В целом Он более богатый Чем ментальный слой Кто не ориентируется В этих штуках Есть Вот пример Смотрите Какой-нибудь следственный эксперимент Какое-то там Слушание на суде Что произошло Один свидетель говорит Ну короче Было так Другой говорит Да нет Было так Даже сейчас В рамках одного эфира То что происходит Это не только текст Это некое событие Я что-то говорю Что-то спрашиваю Это некий поток идет И даже его Заземлить Словами И описать Что было текстом Это будет Некое Упрощение Огрубление То что происходило Если кто-то попробует Написать пост На тему этого эфира С полным содержанием То что я говорил Все равно Согласитесь Он не передаст Какие-то эмоции Какие-то моменты Мы все равно Что-то упустим Да вот Примерно здесь и так То есть Событийная штука Она более В ней больше информации Чем в тексте Или чем в словах Поэтому Кто был на расстановке Когда можно понять Что когда кто-то там Что-то сказал Какую-то фразу бросил Что-то там почувствовал Как-то повернулся Вот Все вот это Передает больше информации Чем просто текст Вот поэтому Кто хочет Про предназначение Покопать Переходите на расстановку Или на онлайновую Или на оффлайновую Оффлайновая будет в субботу У меня в Раменском Я тут решил не ездить Далеко в Москву Да простят меня Те кто живет далеко от Раменского Либо если прямо Раменская До вас совсем далеко То на пути художника Который в феврале У нас стартует Будет онлайновая Расстановка про предназначение Тоже Про соединение с творчеством Там тоже эту историю покопаем То есть Событийный поток Это штука Более богатая Чем просто текст Поэтому Она ближе к миссии Чем Чем Просто буквы Так Пройдем с процентов женщин Как жить с мужем Который считает Что эти медитации Все фигня И всякие марафоны Книги Это чепуха Меня печалит факт Что муж у меня Не такой большой любитель Этого всего Динара Слушай Ну Это собственно Частая Частая история Что Считаешь Что это все фигня И так далее У меня естественно Есть ответ на вопрос Почему мужчины В большинстве Своем Больше Как бы В эту историю Не идут Потому что Женщина По своей природе Более гибкое Существо Чем мужчина И более гибкое Именно в плане Собственного сознания Ей Сама жизнь Среднестатистической Женщине Как минимум В среднем Один раз Заставляет ее Полностью Все поменять В своей жизни Она была Она закончила институт Например Пошла работать Потом она встречает Мужчину в своей жизни И в большинстве случаев Рожает ребенка Например Как минимум Одного И у нее жизнь Резко меняется То есть она работала Теперь у нее Она теперь в декрете Потом она заканчивается декрет Она выходит снова на работу То есть женщина Больше склонна Вот к этим То есть у женщин Чаще вот это предназначение Вот с такими Вот этими подворотами У мужиков Часто предназначение Похоже на прямое шоссе Какое-нибудь От Москвы До Питера Прямая дорога Какая-нибудь Железная дорога Поэтому человек Который привык Идти по одной линии Им очень сложно Вот эти повороты Он не понимает Зачем Что ты заморачиваешься Едь прямо Как я И едь Не понимая Что у вас путь Вот такой Есть небольшое количество Мужчин Включая меня У которых путь Тоже вот такой И поэтому он понимает И мне видимо Ближе Путь женщин Которые Я хоть в декрете Не был Детей не рожал Но мне примерно Понятно Состояние Когда у меня Заканчивается одна жизнь А сейчас новая жизнь В виде нового проекта И так далее И вот таким образом Это идет И поэтому Видимо люди За счет этого Мужики в основном Видимо Более Мене гибкие Что ли получается Но при этом Не зря это Природой придумано И я думаю Что вот это Присутствие женщины Которая что-то Подкрутила у себя Мужчина незаметно Это берет Тот который Прямо движется И говорит Что это все фигня Незаметно В какой-то момент Он вдруг Начинает Этой историей пропитываться Есть такая штука Здесь главное Что нужно делать Не настаивать То есть Если ты будешь говорить Иди ко мне на марафон Иди ко мне на медитацию Вот это вот прямо То есть вы будете Заставлять его сопротивляться Вы его тянете А он будет обратно тянуться Чтобы не идти туда Если вы просто делаете свое дело Говорят Слушай Все нормально Вообще не вопрос Мои марафоны фигня Все фигня Но я пойду помедитирую Если можно Если не против Если я тебе не мешаю Все пойду помедитирую То есть Не без осуждений Без борьбы Без споров Просто вы делаете свое И таким образом Вы очень сильно Начать вовлекать человека В эту тему И когда То есть Это может идти годами То есть Это не обязательно Очень быстрая история Здесь просто не торопитесь И не заставляйте человека Никуда идти Он сам себе Он может найти Что-то интересное И скажет Так Ну вот это реально Нормальная тема А вот это Все остальное У тебя хрит Да-да-да Пусть будет вот так История такая Так что С этим все нормально Можно просто Спокойно двигаться Дальше Здесь важно Не осуждать Научиться не осуждать Не говорить Да ты что дурак Что ли До медитации Это классно Просто продолжать Спокойно двигаться Я просто двигаюсь Своей дорогой Да я просто медитирую Я просто там Что-то хожу на марафоны Ты можешь как бы Просто продолжать Что-то делать И тем самым Вы очень сильно Заинтересует человека Еще такая штука есть Не знаю Как можно С работой Может кому-то отзовется Люди любят тайны Вот у людей Такая природа Люди очень любят тайны Если я тебе скажу Что Слушай Пойдем со мной На марафон По медитации Какие-то медитации Зачем мне это надо Если я просто Куда-то иду Куда-то идешь Говорит Дай я на марафон По медитации Ну ладно А если ты куда-то идешь Я говорю Я не скажу куда иду Это тайна Ну скажи Ну пожалуйста Скажи куда ты идешь Не скажу Ну пожалуйста Пожалуйста Ладно я иду Только никому на марафон По медитации И человек вызывает желание Блин Я же тоже хочу А что ты меня-то не взял Потому что Есть такая история Что И тоже будьте Внимательны У кого есть дети Из чего вы делаете Тайну для детей Если вы делаете Для детей Тайну из секса Например То ребенок Будет неосознанно Стремиться в сферу секса Потому что там тайна Там секреты Там какие-то глубины Если вы Не будете делать Из этого тайну То он не будет Туда сильно рваться А если вы будете Делать тайну С темой предназначений С темой какого-то Поиска себя Смысла жизни И так далее Если вы из этого Будете делать тайну И подавать это Как тайну То ребенок Собственно будет Сконфигурирован В более На мой взгляд Какую-то продуктивную Тему Чем искать Смысл жизни в сексе Как-то так У нас Особенно наше Советское прошлое Наши Застенчивые У многих Родители Просто в силу Своего воспитания Стеснялись нам Рассказать Показать Все это Делал На пальцах И в итоге Мы узнавали Об этом От одноклассников В извращенной Версии Всего этого Поэтому Друзья Моя огромная Просьба Постарайтесь Детям рассказать Это в простом Ключе Просто на примере Каких-то Кошка у нас Слышите Сейчас у нас Подвывает Немножко За дверью Потому что Пришло ее время 11 месяцев Она уже чувствует Что ей что-то надо Там нет тайны Поэтому Если будете делать тайну Из того Что не является тайной Вы человека Заставите двигаться Куда-то не туда Вот как-то так Так Про мужа Ага Ну вот собственно Он сказал Что чувствует Постоянный стресс Попробуй Попробуй напрягаться Реально Это вот такая Это мое личное Такое по-моему Изобретение Не помню Где я его взял Но это реально Работающая тема Потому что у мужа Жены есть некий баланс Вот этот энергообмен И когда Один напрягается Другой расслабляется Собственно Когда И наоборот Да бывает обратная история Когда жена Работает на трех работах А муж лежит на диване Она говорит Да что же Я же задолбался Давай пойду на четвертую Девушка наконец И задача Рядом лезть и расслабиться И когда она рядом лезет Расслабиться Он такой прям почувствует Ух ты прям Че это мне А че это ты лежишь Да я че-то лежу Все как бы Ну нафиг И он встанет И пойдет работать Вот такая вот история Но пока жена На четырех работах А он лежит на диване И бухает Чем больше она работает Тем сильнее его Вжимает этот диван Бухать Потому что он Расслаблен излишне А она излишне напряжена Тоже стратегия Ей как раз расслабляться Да А ему напрягаться Но бывает наоборот Так Присоединилась Присоединилась Всем привет Новым кто присоединился 13 человек на эфире Так че у нас по времени Там Еще 15 минут у нас есть 13 Если у кого-то есть вопросы По теме Предназначения Поиска себя Пути художника Расстановок Не знаю Что-то еще То спрашивайте Я буду рад ответить У нас 13 человек на эфире 13 минут до окончания эфира Такая маленькая синхронистичность Хорошо Пока что я еще хотел сказать Я еще хотел сказать Что у нас Мы закрыли регистрацию На Я Рано встаю Вчера Поэтому тут уже не буду вас звать На Я Рано встаю На Декабрьский Потому что вы туда уже опоздали Тут кто хотел попасть Можно прийти на Январский У нас в феврале Будет путь художника Что-то тут задолбался немножко У меня столько эфиров В последнее время Что я решил не начинать В Январе Решил 6-7 февраля начать Поэтому у меня будет перерывчик А у вас возможность разобраться Что такое путь художника Но эта книга Которая Собственно Собственно Привела к тому Что я здесь Вам что-то рассказываю Потому что Это был Январь 2020 года Я был грустным Продавцом Предпринимателем В сфере Кош-галантерей Наши кошельки На Вайлберис Продаваются Можете поискать WCT бренд Очень прикольно Классное качество И я чувствовал Это страдание Все хорошо Все нормально Но я внутри чувствую Какое-то Я делаю что-то Я что-то Где-то у себя Не доделываю Ира Кстати В тему Про жену Которую куда-то Вовлекает А Ира Пошла на какой-то Марафон Путь художника Которому я Как-то отнес Скептически Какое-то Дурацкое название Какой-то художник Думаю Блин Что за Нафиг И как-то Я Анна что-то пыталась Пройти В итоге В каком-то Марафоне Кстати Была В итоге Не прошла Спустя Неделю Или две Слилась И говорит Давай Вдвоем Пройдем Друг друга Будем контролировать И пройдем Ставлю книжку Путь художника Двенадцать недель Вместе И говорю Давай попробую И я начал писать Утренние страницы В январе Я написал На одной из Своих страниц Написал Блин Как было бы круто Провести марафон По режиму дня Я написал В январе Двадцатого года И думаю А что бы не провести И взял Написал пост Вконтакте Друзья Первый февраля Проведу И вот собственно Это был Февраль Двадцатого года Это был первый Второй был поток Первый Я в августе Проводил Немножко другой был Второй поток Был в феврале Собственно Сейчас уже идет Двадцатый третий поток То есть я как начал Написав на утренних страницах Просто какую-то мысль Я просто ее развил И уже не могу Становиться Скоро уже два года Как Поэтому возможно Вас от вашего Предназначения Какого-то важной штуки Отделяют просто Утренние страницы Утренние страницы Это практика Я не буду про нее повторяться Я про нее На каждом эфире Рассказываю Берете тетрадочку Заводите Таймер на 25 минут И пишите На любую тему Любые мысли Вот на вопрос Что писать Мой ответ Что хотите Можете писать дневник Что случилось за вчера Можете писать Жаловаться на свою жизнь И писать Как вам тяжело живется Как все несправедливо В этом мире Писать Что вы переживаете По поводу будущего Как все там страшно Непредсказуемо Можете писать стихи Можете учиться Выписывать Букву Д Например Как вы в школе учились Что хотите делайте То есть Это некое поле 25-минутный Зазор В котором вы можете Делать то Что вы решаете Не то что вам сказали А то что вы считаете нужно И вот Эта ежедневная практика Получасовая Вас потихоньку ведет По направлению К себе настоящему К вашему предназначению Поэтому делюсь с вами Этой практикой Кому интересно У меня в топлинке ОлегНиколаев.ру Вот ссылочка Там есть кнопка Марафон путь художника Вот там вот эфиров В записи штуки Трина Эту тему Я просто не буду повторяться Здесь Чтобы время эфирное Тратить больше на что-то Более диалоговое Чем повторение Уже предыдущего Поэтому кому интересно В топлинке Ссылка на путь художника Марафон Есть очень творчество Называется Так Расстановка будет В рамках ПХ В феврале Да-да Динара Это будет У нас там Традиционно две расстановки Одна про Соединение себя с творчеством Другая соединение Творчество с деньгами Две расстановки Одна в начале Другая в конце Поэтому онлайновая Повторюсь Онлайновая расстановка Онлайновая расстановка Идет В рамках ПХ Офлайновую расстановку Я раньше не вел Но что-то я заскучал На этих На онлайне Я вот решил В Раменском Снял 70-метровый зал И у нас будет В субботу уже У нас люди собрались Будем оффлайновую Проводить Потому что Ну то есть онлайн Это тоже Смотрите Вот примерно еще В тему предназначения Вот онлайн Вроде все Все как по-настоящему Вот я вот здесь есть У меня руки, ноги, голова Вот там кофта В одной и той же кофте Эфир веду В разных Разнообразиях Вроде все как в реальности Но блин Женереальность Это просто картинка На вашем телефоне Или на вашем компьютере И это сильное Упрощение реальности То есть Если бы я был Сейчас физически Перед вами Я выглядел бы Совершенно другим Я по-другому Вот Наверное У вас была такая история Вы с кем-то познакомились В онлайне То есть сейчас в оффлайне Понимаете Что это совсем другой человек Я совершенно Не видел полностью Его как бы целиком Я видел только от него Там половинку Например Мне вот часто говорят Не думаю Что низкого роста Например Ну я так сижу Как-то может кажется Так надо сидеть Не знаю Я метр восемьдесят пять Вот Так и здесь Поэтому оффлайн Все-таки он больше Больше И как бы Богаче информацию передает Поэтому если у кого-то Есть возможность Быть в оффлайне Вместо онлайна Будьте в оффлайне Хотя бы там иногда Хотя бы там Разбавляйте онлайн Оффлайном Потому что Оффлайн как бы Он насыщеннее Это как вот Грубо говоря Сравнение Это яблоки С вашей деревни Которые гниют Через неделю После того как вы их сорвали И яблоки в пятерочке Которые там Они даже не желтеют Они засыхают Просто через полгода И все Вот так и здесь То есть это настоящее А это какая-то Некая такая вот Некая Как сказать Ну какой-то Заменитель какой-то Понятно что На безрыбье и рак рыбы Понятно что Если нет возможности Вживую встретиться То онлайн Это великолепная возможность Но когда есть Хотя бы какая-то возможность Как бы сконнектиться В оффлайне Это надо делать На расстановке хочу Динар в Ростовске Это классная штука Я первый раз попал На расстановку В 2010 году И потом еще лет пять Не верил что это работает Не верю будучи расстановщиком Даже Ну потому что Блин это невозможно Объяснить как это работает Но это работает И работает просто нереально Потому что это некий способ Считывать информацию С поля Вот в этом потоке И это более Насыщенный способ Считывать информацию Чем просто говорить словами Вот как-то вот Наверное все что я могу Об этом сказать Словами Это вот это Так я сейчас на ПХ Но последние три недели Отстаю Все как-то способствует Чтобы слиться Но последние дни Вроде появился Внажный интерес Вернулась Сколько после ПХ Будет доступ к эфирам Мила Мила да Смотри Доступ мы На свою голову Наверное Мы доступ не ограничиваем Наверное Тебе это можно сказать Потому что уже Собственно Последняя неделя ПХ У нас идет Поэтому не переживай Мы там никого не выгоним Ничего Даже будут Где-то наверное До января-февреля Будут даже работать Все напоминалки Кому надо Там вся автоматизация Бот Там все это будет работать Поэтому у нас есть Определенная каста людей Которые Отстававших на ПХ Которые не попали в лидеры Но в силу того Что они продолжают Отчитываться Утренние страницы После окончания марафона Они в итоге выходят в лидеры И продолжают писать Мне приходят отчеты За второй Третий Путь художника Там до сих пор Есть один-два человека Которые продолжают Каждый день писать Утренние страницы Как это было бы незабавно Поэтому да Есть возможность нагнать Я понимаю Что Ну то есть Минус марафона Путь художника Блин он пипец какой длинный Да он 12 Даже 13 недель длится Поэтому я понимаю Что это непросто Но в сравнении С другими марафонами По пути художника Наш Вот в плане Всей этой автоматизации Пожалуй Самый крутой Я не буду хвастаться Но из того Что я видел Это Ну то собственно Ира была на низких Марафонах По пути художника Она слилась со всем Со всех И в итоге Мы психанули Решили организовать Свой в мае 20-го года Потому что Невозможно слиться Со своего марафона Если ведущий Как-то так Поэтому Тема Даже я вот знаю Вот вчера Как раз вот с Ольгой Общались Она рассказывала Была тоже на пути художника У нас И сказала Пришла какая-то девушка На три недели Всего пробыла на пути художника Слилась И сказала Мне хватит Потому что у меня Начались такие трансформации Что мне пока хорош Я вот три недели побыла Я все себе Как бы отбила Мне нормально Я пошла Поэтому даже тот Кто где-то там Подслился Не дошел Он все равно Получил свою пользу И получил свой Какой-то левелап Поэтому здесь В принципе Ничего страшного нет У нас есть Елена Елена такая Помню Она вышла из чата Где-то недели Четыре назад Наверное Я ей написал Говорю Слушай А что вышел Вот у меня там Такая фигня Говорю Слушай Ну давай возвращайся И она подумала Потом через делью Вернулась На эфир То есть приятно Когда человек все-таки Подвыполз Этой темой Его возвращаешь И он Находит Все силы возвращаться Собственно Как ты написал Тоже Что подслилась Но сейчас появились силы Двигаться Это вот очень классный навык Когда вы двигались Опустились руки Вы их потом снова подняли Нашли в себе силу Продолжайте двигаться Это вот тема про упорство О котором я и говорил Когда у вас есть упорство Вы можете достичь Все что вы хотите Ну и из набора Ваших каналов Которые вам доступны Так Почему именно 25 минут На самом деле Прикидочное количество То есть 25 минут Для меня это время За которое я пишу Ну вот вам собственно Что я сейчас вам покажу За которое я пишу Одну страничку Формата А4 В каждой клеточке Вот моя тетрадь Тетрадь и страница Чтобы вам показать Что я тоже Не просто болтаю Но тема пишу Вот моя тетрадь Тетрадь и страница Тетрадь А4 Вот в таком формате Она выглядит Вот Собственно Вот здесь Вот эта вот Утренняя страница Что вот такое Написать нужно Ну мне примерно 25 минут Вот они собственно Вот эти все Целая тетрадка Толстая Вот этих утренних страниц Это реально Это не первая у меня тетрадка То есть я их исписал С мая 20-го года Довольно много Это третий наверное по счету В общем мне такой формат Очень нравится Прям в твердой обложке А4 И у тебя Одна утренняя страница Я прям пишу Там такая-то дата Например Такая-то Сейчас Вот такая-то дата Да вот такие Да и прямо Здесь вот пишешь 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 И реально Вот за это время Приходят какие-то инсайты По времени Примерно Это 25 минут Либо если вы пишете Через клеточку В обычной тетради То у вас где-то Полтора листа Получается Если вы пишете Как я То это вот 25 минут А тут примерно Вот это что-то Вот как-то так Так На ПХ тормозит то Что есть свидание С собой У меня ребенок Особо не разгуляешься Динара Это творческий марафон Поэтому собственно То есть это нормально Потому что ты подстраиваешь Его под себя Если свидание Не очень подходит То ты придумываешь Какую-то замену Это свидание Может быть Свидание может Например Ты уложил ребенка Посмотрел киношку Классную Вдохновляющую Два часа И это будет Творческим свиданием Поэтому здесь Проблем нет То есть понятно Что у всех Своя индивидуальная жизнь Которую Под которой Чек подстраивает То или иное мероприятие Так Есть ощущение Что я люблю оффлайн Ну вот я тоже Я соскучился по оффлайну Я говорю Я в зуме живу Последнее время Я говорю Провожу в зуме Очень много времени Я чувствую Что хочется Вот Хочется посмотреть Людям в глаза Это настолько Приятное ощущение У нас была практика В доме роста По минуте Смотреть в глаза Друг другу Блин Это так непросто В общем Это прикольная тема Так Наталья Привет Да Тут какие люди Так Важно рукой писателей В компьютере Спасибо за вопрос Только рукой Обязательно Мелкая моторика Рука Это наше все Вот это вот Печатать Даже если у вас Слепой 10 пальцев Метод печати Только руками Только ручкой Только на бумажке Никаких других вариантов Нет Ни в коем случае Никаких компьютеров Это прям очень важно Потому что у вас За руки У вас отвечает В мозге Вот такая вот область За ногу Вот такая вот область За руки Очень много в голове Части Вот это То есть все-таки Попасть пальцем Плюс-минус сантиметров В клавиатуру В кнопку Это один уровень Прокаченность пальцев А другое дело Выводить вот эти буковки Я вот пишу Как курица лапой Надеюсь, что у меня Почерк улучшится Вот за полтора года Я за полтора года Написал Текста больше Чем за прошедшие Лет 10 Наверное Просто Но немножко лучше Стало Конечно В целом Как бы Сыр довольно корявенько Получается Вот Ну то есть Это мелкая моторика Рука То есть В целом Даже если вы Если не верить Ни в какое творчество Ни в какие каналы То как минимум Да Вы упражняете Собственный мозг На мелкую моторику То есть Это как бы Нагрузка на мозги Это развивает мозг Утренние страницы Даже если вообще Не верить Ни в какие Во всю эту историю Что делать С тетрадями Которые заканчиваются Храню до лучших времен Может когда-нибудь Их выкину Но у нас нет В семье какого-то Такого То есть Мы там Друг от друга Не прячем ничего Да никто особо Не читает Поэтому Какой-то необходимости От кого-то скрывать Нет Я конечно Пишу там Довольно интимные Личные вещи Но Кому надо их читать Не знаю Пока ничего Пока просто лежит Так Что потом со страницы делать Анализ рефлексии Решение что-то сделать Там Если идти по пути Художникам На седьмой неделе Нужно будет вооружиться Двумя фломастерами Этим маркерами Одним выделяете Инсайты Другим задачи И прям выделяете Проходитесь по всем страницам Выделяете И потом Составить какой-то список Задач делаете Так Перед письмом Надо запрос Или вопрос сформулировать Ничего не надо Абсолютно Вот это вот Попробуйте у себя Отстрелить на эти Тридц минут Тему вот Результативности Продуктивности Вот вообще На это забейте Прям просто Просто вот Просто пишите Будьте просто В процессе И попробуйте Получить удовольствие От результата От процесса Написания Утренних страниц Вот как-то так Так Динара Спасибо за напоминание Что у нас уже Собственно Час прошел Давайте-то на этом Финалить Вроде получилось Интересненько В общем Кто хочет Эту тему Кому прям Откликнулось Заходите в чатик Да у нас На олегниколай.ру В топлинке Да у нас есть Ссылка на вот Это мероприятие На 11 число Там есть общий чатик Можно там Даже если вы не приедете В Араминск За всем очень далеко Заходите в чатик Там поболтаем Там именно На тему предназначения Может быть какие-то Вот темы денег И предназначения У кого-то там Да как откликается Приходите Задавайте вопросы Я текстом вам отвечаю Я там все читаю Все друзья Спасибо всем большое Рад был с вами С вами пообщаться Спасибо тем Кто был онлайн Спасибо тем Кто смотрит в записи И отлично вам вечера Отлично недели Все всем пока